Всем привет! Вот краткий обзор обновления 1.07 посылка с гостинцами. Основными гостинцами стали три новых пистолета. Мини-пистолета. Американский 1903 Pocket Hammerless. Немецкий Mauser 1934. И советский Тульский Коровина. Новые пистолеты доступны всем классам. Открываются на шестом уровне нашивки поддержка наземных войск для пилотов и на первом уровне нашивки тактика для всех остальных классов. Пистолеты стоят 25 тысяч кредитов или 300 золота. Занимают один или два очка экипировки в зависимости от боекомплекта. Советский ТК имеет максимальную скорострельность, но минимальный урон. Немецкие и американские пистолеты обладают примерно одинаковыми характеристиками. Урон тульского токарева на дистанции был увеличен. Теперь я буду называть его снайперский тульский токарева. В игру была добавлена окклюзия звука и изменение свойств звука при прохождении через препятствие. Проще говоря, по звуку теперь можно различить, где находится его источник. В зоне прямой видимости или за препятствием. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Оптимизирована система попадания для оружия ближнего боя, и можно бить во время спринта. Зачем? Ведь гемберы в кустах и так не двигаются. В общем, дуэли на лопатах станут еще более интересными. Магнитные мины теперь проще прикрепить к наклонным поверхностям. Танки должны страдать. По многочисленным просьбам игроков добавлено звуковое оповещение и индикатор, когда игрока кто-то лечит. Рета слушает игроков. Миф подтвержден. Для всех автомобилей разведки добавлена возможность пригнуться и опустить бронезаслонки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бег и спринт стали более различимы визуально. Теперь при спринте оружие направлено вперед. А вдруг это заготовка для штыковой атаки? Система выброса гильз была улучшена и добавлена для всех видов оружия. Очень полезное изменение. Я всегда смотрю именно на гильзы, когда стреляю. Хм, может поэтому меня всегда убивают? Тяжелые истребители не так сильно теряют тягу в маневрах. По большей части это коснулось советского и немецкого самолетов. Конец доминированию лайтнингов? Да не, все равно их будет 10 на 1. Модификатор урона при попадании в голову увеличен с 4 до 5. Ну все, ППД имба. Знаки отличия теперь продублированы на изображении солдата. Через пару патчей интерфейс будет выглядеть так. Скорострельность оружия в меню была скорректирована в соответствии с действительной скорострельностью. Характеристики оружия это никак не затронуло. Опыт за сбитие транспортных самолетов вернулся. Теперь для тебя снова появился смысл играть за пилота. И хоть дамские пистолетики не самое желанное оружие в игре, они будут очень полезны пилотам, танкистам и разведчикам. Тем классом, для которых прокачка на шивке тактика была проблематичной. А пистолет иметь очень хотелось. А вместе с остальными изменениями обновление заслуживает оценки 7 радьярной из 10. Ну вот и все на этом. Если понравился обзор, значит обзор тебе понравился. Логично. А теперь подписывайся на канал. Живо. Спасибо. Сцена после титров.